Приветствую вас. Говоря о том, чтобы не обращать внимания на то, что раздражает много людей, вы имеете ввиду, чтобы как сделать так, чтобы себе это подавить. Я так понимаю. На самом деле правда заключается в том, что это в корне деструктивная позиция, ибо то, что вы раздражаете людей сами по себе, ничего особо, особенно ничего не значит, потому что вы можете раздражать людей, это вообще как бы проблема людей, что вы их отражаете. Момент здесь в том, на самом деле, в том, что вас как-то задевает то, что вы их раздражаете. Чувство, которое за ним стоит, то есть стоит за тем, что вы как раз таки обращаете внимание на то, что задеваете кого-то из людей. Вот это чувство подавлять нельзя, наоборот, это чувство нуждается в том, чтобы его раскрыть. Это чувство нуждается в том, чтобы с ним поработать. Вот это чувство нуждается в том, чтобы обратить на него внимание, самое пристальное внимание. Потому что если, если не разобраться с тем, в какого момента, например, вы стали обращать внимание на то, что раздражаете людей, когда вас это, например, начало волновать, когда вас это, например, начало беспокоить, когда вы заметили, допустим, первые признаки этого, того, что вы не можете не обращать внимание на то, что раздражаете кого-то. Вот это нужно разобрать, что за чувство стоит у истоков вашего переживания с такого роли, с такого типа. Вот это нужно разобрать. То есть не подавлять в себе, как вы предлагаете это делать, а наоборот раскрыть. Немаловажным моментом является то, что вы хотите себе это подавить. То есть не раскрыть, да, а подавить. Вопрос, конечно, здесь он достаточно очевидный. Почему я хочу подавить себе это, почему я хочу именно перестать, к примеру, не обращать внимания, там, на какие-то вещи. Вот. То есть откуда у меня именно, именно вот такого типа желания появилось. Почему я не хочу, например, понять, что я чувствую. То есть это вот то, с чем вам нужно поработать. То же это то, с чем, что нужно поисследовать. Вот. Ну, вероятно, что вы просто себе запрещаете что-то чувствовать. Вот. И это тоже вас безусловно ограничивает определенным образом. Вот. Ну, как бы по-другому не может быть, да. Хе. Вот. Я думаю, что в основе ваших переживаний лежит страх, опасение, что какая-то я не такая, какой должна быть, например. Вот мне кажется, что делаю все в этом. Мне так кажется, что делаю в этом. Именно в том, что вы себя чувствуете какой-то не такой. Хотя, на самом деле, это нормально. То, что кому-то может не нравиться ваше поведение, это нормально. То, что кого-то может не устраивать, как вы что-то делаете и, собственно, что вы делаете. То есть это целиком и полностью абсолютно нормальная история. Вопрос заключается в том, насколько вы самобытно, например, самобытно себя ведете. Ну, допустим, насколько самобытно себя ведете, насколько грамотно себя ведете, насколько корректно вы себя ведете. Допустим, по отношению к другим людям. То есть это, мне кажется, те истории, которые нужно рассматривать. Ну, в первую очередь, скажем так. Ну, вот. Понимаете, да? О чем мне, о чем мне, о чем мне, о чем мне, что я хочу сказать. А, и если будут найдены какие-то некорректные паттерны поведения, то в этом случае вам потребуется их просто-напросто подкорректировать и все. Ну, то есть, например, например, более, допустим, ну, более качественно придерживаться своей модели, допустим, поведения. К примеру, это один из примеров только. То есть более качественно реализовывать свои интересы, например. Вот. Если вы будете так поступать, то раздражение, которое вы вызываете, к примеру, у других людей, будет окупать себя. И проблем, как таковых у вас, ну, опять же, будет меньше. На мой взгляд, по крайней мере. На мой взгляд, это выглядит вот примерно так. На мой взгляд, это выглядит вот примерно в таком формате. То есть ни в коем случае нельзя забивать на свои чувства. Ни в коем случае нельзя игнорировать свои чувства. Ни в коем случае нельзя пытаться их как-то подавлять. Вот. Вместо этого, наоборот, наоборот, необходимо раскрывать их. Вот. И если вы будете действовать так, если вы будете действовать так, то мне кажется, что ваша успешность, именно успешность. В том смысле, что обраданность того, что вы вызываете у других людей, будет уравновешено. Понятно, что нужно проанализировать еще, чем конкретно вы вызываете, может, негатив у людей. Понятно, что нужно исследовать этот момент тоже. То есть какие конкретные действия, по вашему мнению, вызывают раздражение у людей. Вот. То есть это вот тоже нужно исследовать, безусловно. И может быть, если мы проанализируем, что конкретно вы делаете, вот, то ситуация будет гораздо лучше. Сейчас вы слишком, слишком общее высказались, высказались, слишком глобально. Я думаю, что так. Но в любом случае, в любом случае, на мой взгляд, то, что вам нужно, на мой взгляд, это... Придерживаться своих идей, своих ценностей, вот, своих желаний. Вот. И, мне думаю, что тогда, если вы будете действовать так, как вам, например, ну, как вам хочется действовать, вот, то, на мой взгляд, в таком случае... раздражение людей будет вас волновать. Ну, условно говоря, менее всего. Вот. То есть, надеюсь, вы для себя это поймете. С другой стороны, если вы вызываете раздражение у тех, кто, допустим, вам дорог, и с кем вы, допустим, хотите быть, к примеру. Ну, просто, с кем вы хотите быть самодогнали, да? То в этом случае, конечно, ситуация, я бы сказал, непростая. В этом случае, если вы вызываете раздражение у людей, которые, ну, вам дороги, то нужно здесь смотреть. На этих самых людей. Вот. То есть, условно говоря, что им нужно. Условно говоря, чего они хотят. Вот. Условно говоря, в чем они нуждаются. Я имею в виду люди. Вот. И... Активно исследовать этот момент. Чем... Чем? Вот, да? Чем? Чем? Конкретно? Я их раздражаю. Вот. То есть, это нужно... Это нужно и... Исследовать. И... Если вы будете это делать. Если вы будете исследовать, то я полагаю, что вы сможете устранить, естественно, без вреда для себя. Это очень важно, чтобы не было вам время, чтобы вы себя не ограничивали чем-либо. Ну, вот. Вы сможете... Ситуацию обратить... Себе во благо. Во благо. Вот. Так, по крайней мере, мне видится то, что вам можно порекомендовать. Вот. Именно исходя вот из того, что вы написали. Я понимаю, что ответ достаточно такой получился. А... Общим... Общим... Я понимаю, что... Ответ получился... Такой... Такой... Достаточно... Не обширный. Вот. И, возможно, возможно, даже, возможно, некорректный. Вот. Потому что, ну, всё-таки где-то... Возможно, я... Я... Был не прав. Вот. Тем не менее... Тем не менее, я надеюсь, что хотя бы какие-то общие моменты вы для себя поймёте. Вот. А... Дальше уже можно будет... Что-то думать. Дальше уже можно... Можно будет... А... Как-то думать и... Исследовать... Эм... Насчёт... Ситуацию... Ну, вот. Исследовать ситуацию, в которой... Эм... Вы... Оказались. Вот. Эм... Завершая свой ответ... Эм... Хочется... Сказать, что люди... Всегда... Всегда будут недовольны... Эм... Тем... Что вы делаете. Люди всегда будут недовольны... Эм... Тем, как вы поступаете. Вот. Ну, такова уж... Эм... Эм... Природа... Людей. Вот. Против этого... Эм... Эм... И... Собственно... С этим... Эм... Эм... Ничего особо... Сделать... Нельзя. Вот. Поэтому... Так или иначе, ориентироваться... Вам... Я настоятельно рекомендую на... С... Себя. Вот. Даже... Даже если это и вызывает... Эм... Какие-то... Негативные аспекты у других людей. Вот. Но все равно, если вы будете идти против... Эм... Допустим... Эм... Эм... Себя. Если вы будете идти... Против себя. Вот. Вот. То... Что он... Эм... Эм... Ничего хорошего... Эм... Эм... Из этого не выйдет. Эм... Все равно... Будет копиться... Эм... Неудовлетворенность. Вот. Все равно вы будете... Чувствовать себя... Эм... Эм... Не самым лучшим образом. Вот. Именно из-за того, что... Много вероятно... Эм... Эм... Ну... Много... Эм... 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 Для... Других. Вот. И в итоге... Все равно будет негатив. Поэтому нужным вариантом будет... Эм... Эм... Раскрыть себя. Ам... Именно из себя раскрыть. Именно из своей... раскрыть аспекты, вот, и донести их, эти самые аспекты до людей, чтобы четко люди понимали, кто перед ними, какой человек перед ними, на что с этим человеком можно рассчитывать, ну, можно рассчитывать, да, ну вот, и так далее, то есть это мне представляется вот таким идеальным вариантом для вас. Ну, а если, соответственно, если раскрыть себя не получается по какой-либо причине, да, когда, к примеру, стеснение есть, есть страхи, есть даже, допустим, ну, допустим, допустим, есть стыд какой-нибудь, вот, вот, то в таком случае, я думаю, что мы вам сможем помочь решить все ваши трудности, вот. Обращайтесь. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удач. Субтитры сделал DimaTorzok